у меня есть бумаги, что я купил и купили то лицо, удовольствие просто в лицо купила на те а то там кто то да это 90 ребятки 92 год начала приватизации 1 этаж приватизации вот как у нас появились элегантские они просто воспользовались этой ситуации ну не говорю не просто они воспользовались грамотно этой ситуации в стадии в стадии в стадии в стадии вы считаете и мы не что я пригласила к этому своими умения, знания и научила ребятам, да, зарабатывать все эти вещи. Мы сразу более-менее выходит в воздух. Да, да, да. Я слышала такие правления, да. Я был, примерно, годом 2000, на четвертом, например, паренел в группе. У него папа предприниматель известный на тот же момент. И когда этот паренет в мою группу поступил, а фамилии-то влучные вот эти предприниматели на уровне города, я и думала, ну вот интересно мне понаблюдать, как он будет с ребятами общаться. Ну, в простонародье попался, но предприниматели. Обычно они едут куда-то в другие учебные заведения и прочее. И вдруг группу мою первая неделька проходит, значит, дежурит по кабинету, это мой кабинет, моет кабинет. Дежурит, приходит сюда, я выношу ведро, швабру, тряпку. Ребятки, ага, вот, помойте, все заводите, приходите, прочее. Он вот так стоит, смотрит и говорит, а че у вас, моющего пылесота нет, что ли? Я говорю, ну, давай, давай. Нет, подходит государственное образовательное заведение. Нет моющего пылесота, у меня вот есть ведро, хочешь еще одно, да, швабра и тряпка. Мочи и тряпочка, давайте, как это делается. Ну, что ты в жизни, может, и не видел, что кроме, как моющим пылесотом уборка ведется. Я говорю, ну, я тебе скажу. Ну, на первом курсе он еще так вот пылесот делался по поводу пылесоса там и всего прочего. Потом он получил, как немножко, ребятки, с ним находили. И он с ребятками находил все же. Я говорю, давайте я тебе скажу, закончишь в школе? Будет? Вот, папа на меня все перепишет, я буду тоже предпринимателем. Я только порадуюсь, чтобы хватило твоих знаний и умений быть продолжателем папиного дела. Но ты запомни, поскольку ты колледж закончишь, будешь преуспевающим предпринимателем. Купи 31 кабинет моющий пылесот. Я буду безумно благодарна, и буду гордиться и рассказывать всем. Вот смотрите, как благодарны наши студенты. Закончил мальчик и купил из нас благодарности, что он все купился, моющий пылесот. И все ребята, которые будут после себя убирать этот кабинет и дай бог мои силы и здоровья, я еще буду работать. Я буду гордиться, что вот это наш студент мне не колледж купил, а студент подарил моющий пылесот. Так он закончил колледжи и дорогу сюда забыл. Ни разу, ни разу не купил. Мальчишки прибегают там после армии и все. Ну, армия армия, если она не служила, ничего, они другими пылесами идут. И вот забыл про этот моющий пылесот. Дома уже, наверное, там обслуживающие нанимаются, приходят, моют и все прочее. Он и думать забыл, что он. Я ему спросила, купи, пожалуйста, и я буду благодарна тебе. А то моющий пылесот. Вот так вот, ребята. Так что я уже слышала такие фразы, что вот мой пылесот для колледжа. Вот так вот.